Всем привет дорогие друзья, с вами Владимир и добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам расскажу уже второй раз, как же улучшить вашу сотовую сеть, чтобы у вас был не E-значок, а LTE-значок. Поехали! Итак, что нужно знать про сотовые данные? Сотовые данные работает от антенны от вашего оператора, в данном случае у меня Kyivstar. И чтобы не скакала связь, не было там никаких у нас нареканий, зайдем сначала в сотовые данные. И что мы здесь видим? Сотовые данные активны, прием передачи данных. Обязательно включить LTE, роуминг данных. Экономия данных нам не нужна, это только при использовании Wi-Fi. Дальше, выбор сотовой сети. У меня стоит автоматически, но нужно изменить и выбрать на ручной режим. И мы с вами выбираем Kyivstar. И мы можем заметить, что в худших условиях у меня уже ловит даже 3G. То есть, сами понимаете. У меня светился на E-значоке, сейчас 3G. Дальше, что мы смотрим? Сотовая сеть передачи данных, это вам не нужно, это автоматические настройки от оператора. Также ставьте конкретно на те приложения, которыми вы пользуетесь, от остальных выбирайте. Потому что будет очень быстренько пожирать вашу батарею. И как бы не так будет экономить данные. Обратите на это внимание, это обязательно. То есть, во-первых, вам экономят данные то, что вы выбираете сотовую сеть сразу же UAC Kyivstar. Без того, чтобы он прыгал там, искал какую-то другую. И тем же, что вы экономите данные. То есть, экономите заряд батареи. Вот, как можете заметить. Если я переключусь на автоматический, будет E-значок, но мы это делать не будем. Я думаю, всем от этого только станет лучше, понятно. То есть, у многих касается проблема тем, что не ловит интернет, либо же вообще не работает. Обязательно включите LTE и руминг данных. Тогда ваш телефон взлетит по скорости интернет. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok